всем привет друзья сегодня поговорим с вами о канарейках о здоровье канареек о кормлении канареек и конечно же о красоте наших канареек вот такие вот чудесные пташки сегодня будут с нами я тут приготовил блюдце небольшое сейчас я нарву волшебной травы и мы посмотрим как птицы с удовольствием кушают эту травку сейчас вы ее узнаете трава это очень богата каротином то есть она будет отвечать за окрас наших канареек допустим вот видите оранжевые морковные канарейки станут более насыщенный цвет приобретут желтые вот там прыгают желтые станут тоже более насыщенные глубокие цвета возьмут от этой травы трава очень простая эта трава бывает ранней весной и до где-то до до начала лета потом пересыхает все и трава уходит сейчас осень и снова эта травка появилась пойдемте я вам покажу эту травку и так смотрите вот в таких вот зарослях после покоса примерно прошла неделя и появилась любимая нашими канарейками травка мокрица вот такая вот мокрица она будет отвечать нам и за кормление канареек которая даст здоровье и красоту соответственно тут все это дружненько сейчас мы нарвем с вами небольшой пучочек помоем его под проточной водой и и предложим нашим канареечкам это хорошо едят и попугаи и дикие певчие птицы мокрицу я так понял что любят все получается здесь вот видите щерицы щерицы заросли щерица набирает семена свои сейчас она более более спелее станет тоже будем давать канарейкам лебеда вот там тоже была но еще она не готова а вот мокрица прям шикарно я уже честно сказать не надеялся в этом году побаловать своих пернатых мокрицей но я думаю достаточно будет нам для видео сейчас у нас уже осень и я бы вам порекомендовал предлагать своим пернатым такие вот цветочки это называется бархатцы чернобривцы название много имеет вот так разламываете и вот эти вот семена предлагаем тоже канарейкам они кстати очень хорошо поднимают иммунитет и являются против паразитарным средством эти бархатцы такие вот уникальные цветочки содержат витамин а витамин е витамин b6 витамин п и микроэлементы такие как золото серебро магний и тому подобное сейчас вам покажу как я это предлагаю друзья вот так вот на блюдце вы измельчаете мокрицу и можно присыпать немножко вот этими семенами бархатцев если ваша канарейка никогда не ела тут самое главное является вот вот этот вот черненькая вот это вот семечка они и очень любят если канарейка никогда не ела то можете сперва маленькими порциями присыпать чтобы они распробовали ну и вот так давать в перемешку допустим с любимой травой вот мокрицу хорошо едят там одуванчик хорошо едят морковку свеклу тыкву кабачок капусту все это вот хорошо они кушают и вы можете то что ваши канарейки хорошо кушают присыпать сперва небольшим количеством семян бархатцев потом будете увеличивать потом будете просто давать одни бархатцы это очень полезное растение и так вот такой получился у нас красивый салатик который очень пахнет сейчас приятным запахом сейчас мы это все канарейкам положим и посмотрим как они так кушают вот Продолжение следует... Друзья, ну хотелось бы подвести итоги и сказать по поводу бархатцев, по поводу кормления канареек в осенний период, то что уже зелени мало, а все летом и давали одуванчики и мокрицу, вот видите как он расслаивается очень хорошо, и лебеду, и щерицу, и птичий горец. Дело в том, что именно бархатцы, они являются паразитарным средством, выводят из организма такие распространенных паразитов кишечных, как аскориды и острицы. То есть у птиц могут быть аскориды в любом случае, где-то откуда-то они приходят неизвестно, но все ветеринары тоже говорят, что по умолчанию птиц надо глистовать. Вот пожалуйста, вот вам бархатцы, потом можно взять семена, тыквенные семена, они тоже помогают хорошо, плюс полынь, ну и вот так вот без всякой химии мы можем чистить наших птиц. При этом они получат витамин А, витамин Е, С, П, В9, здесь все это есть в бархатцах. По поводу минералов, здесь есть и магний, и кальций, золото, фосфор, железо, селен, и если я не ошибаюсь, по-моему еще цинк. То есть вот по мне именно этих витамин, этих минералов нету, допустим, в той же щерице, в той же морковной ботве, то есть все уникально по-своему. То есть, поэтому если есть возможность, давайте бархатцы, если нет возможности, приобретайте семена. Кстати, вот сейчас камеру повернем. Вот так выглядят семена, можно заготавливать, сушить эти семена. Кстати, вот так можно заготавливать. Сушеные бархатцы хорошо сушатся и сделать чай. Делайте чай, как для себя, там или компот, и предлагайте зимой своим канарейкам. На этом мое видео подходит к концу, продолжение следует. Подписываемся на канал, всего всем хорошего. Удачи в разведении канарейк, здоровья, хорошего настроения. До скорой встречи. Итак, друзья, перед вами цветок, название которого чернобрывцы, турецкая гвоздика, студенческий цветок, золото Девы Марии, он же императорский шафран. И он же цветы тысячи лет. Друзья, там вот дальше, видите, зеленый сладкий перец у меня на грядках поспевает. Скоро он наберет красный цвет, будем снимать видео. Затронем тему краски. Чем красить то, что болгарский, то есть сладкий перец является одним из лучших красителей канареек. Вот у меня курочка такая ручная появилась. Ходит со мной везде. Спасибо. Спасибо.